Слава Украине! Героям слава, ребята! И хочу вам рассказать следующее. Смотрите, вчера были нанесены не один, а несколько сразу ударов по Украине. Как правило, все больше они пытались попасть по железной дороге. И я прекрасно понимаю, мы все прекрасно понимаем, почему. Потому что частично по железной дороге также доставляются наши замечательные гаубицы и прочая техника сейчас к тому месту, где уже через очень короткое время начнем крошить их по-настоящему. Их с их антикварной техникой и с военнослужащими, бомжами, сидящими в ней. Ну, да бог с ним. Вчера вот эти... Кстати, удары, ну как, они нанесли вред, но это задержало поезда на сколько? На 3 часа, на 5 часов. Это все наивно, да. Так вот, хотел рассказать о другом. Смотрите, они стреляли ракетами, которые называются «Оникс». Это ракеты морского базирования. Это противокорабельные ракеты. Чтобы вы понимали, каждая из них стоит куда дороже, чем совершенно не дешевые ракеты. Например, «Калибр». Те стоят где-то, по-моему, то ли 6,5 миллионов долларов, то ли 7,5 плюс. Запуск кучу денег стоит. То есть, там «Россия» попадает на каждой такой ракете, чтобы вы понимали. Но 10, 12, 15 миллионов долларов в зависимости, какая там комплектация и так далее. А вот эти «Ониксы», они еще дороже. То есть, намного дороже, чем «Калибры». Ну, по целому ряду обстоятельств. Они вообще не приспособлены для стрельбы по наземным целям. Их специально, чтобы там вот... Чтобы вы поняли, эти ракеты они делали, чтобы пулять ими по авианосцам. Да. Ну, вот условно говоря. Или там по линкорам противника. Что там у противника есть. А ими пуляют сейчас по станции Страхопупкина, там, я не знаю, где-то там в Житомирской области. Или Страхопуповка. Так вот, Страхопуповке они большой ущерб не нанесли, да? Ну, потому что... Ну, попали даже по рельсам. Ну, разнесли, сделали яму 10 метров. Ну, через 3 часа яму закопали, новые рельсы бросили, поехали поезда дальше. Все. 20-25 миллионов долларов у них уже нет. А новую ракету они такую уже построить не в состоянии. Электроники нет. Электроника вся западная. Вот и все, собственно говоря. Вот о чем я. Да, так тут надо еще один момент к этому делу всему учесть. Это тот момент, что... Почему они вдруг начали пуляться вот этими ониксами? А все довольно просто. Дело в том, что у них почти не осталось вот этих вот кинжалов, калибров и прочей лабуды, которыми они стреляли. У них осталось несколько, может, сотен там искандеров, которые неточные, которые летают куда угодно. И точка У. Ну, точка У никогда в жизни точно вообще неточная не была. Вот они сейчас... Точка У у них это основное. Искандер это второе. Ну, ни то, ни то толком не работает. И опять-таки, и даже тех... Ну, точек У много. Это тут я не спорю. Искандеров почти нет. Калибров почти нет. Кинжал или как оно называется? Почти нет. Все закончилось. Или почти... Поймите, они же последнюю ракету не могут плюнуть по Украине. Потому, что им надо чем-то угрожать Латвии, Литве, Эстонии, Польше и так далее. Они же великие, они могучие. А угрожалка у них уже отпала. Остались только старые ржавые танки, снятые из длительного хранения. Все, больше каюк. Капец. И Путин, кстати, об этом очень хорошо знает. Я вам расскажу, чем это все, значит, чревато. Пока что я вам могу сказать одно, друзья мои. Поскольку у них не осталось, или почти не осталось, ракет, которыми они плевались раньше, они начали плеваться более дорогими ракетами морского базирования. А тут еще один момент к этому всему. Это тот момент, что они не могут теперь нанести поражение Украине по одной простой причине. Смотрите, они уже плюнули по нам, ну, около, ну, я не буду точно говорить, 1900, там, 2000 ракет. Да, ну, пускай 2000 ракет. Приблизительно. С нулевым эффектом, да, Украина становится только сильнее. И теперь получается, смотрите, какая штука. Они выплюнули 2000 ракет, у них осталось там 50, 60, 80 ракет, как каждого типа, что они еще могут плюнуть. Скажите, они могут этими вот ракетами поменять как-то ход войны? Да, конечно же, не могут. А как они его поменяют, если они не поменяли его за 70 дней двумя тысячами ракет, грубо говоря? Это что, сейчас последние 50 ракет, которые у них остались, они поменяют ход войны? Ну, конечно, нет. И Путин это прекрасно знает. Он знает, что ему хана. Он знает, что его в Шива и армии хана. И вообще всему хана, и России хана. Слава Украине.